Всем привет народ, сегодняшний гайд у нас будет посвящен на вот этого персонажа, который требует очень большого микроконтроля, даже больше чем у меня, у меня микро хромает, все это знают и в принципе расскажу вам, что качать на этого персонажа вообще, как его качать, какие предметы собирать, теория очень проста, ребят, теория очень проста, на практике будет немного тяжелее. В общем, все, погнали смотреть данного персонажа. У нас есть возможность создать себе подобного мипа, но он будет немного слабее, поста там он-то в принципе тут одинаковый, но, но, и будут у нас особенности некоторые, давайте мы прокачаем всех мипарей, вот у нас 4 мипа появляются, это у нас такой ульт, который дается на третьем, на десятом и на семнадцатом левеле. Что мы можем делать с этими мипарями? У нас доступен только один инвентарь на каждом мипаре и это соответственно будет сапог для передвижения, такова механика доты, ребят, тут ничего не поделать. И в принципе такая тема, что если один из этих мипарей умирает, то к сожалению умирают все. Вот такая особенность данного ультимейта, ребят, эти, они в принципе, эти персонажи такие же кликабельные по спеллам, если мы прокачаем каждый спелл и давайте приступим к обзору именно первого, второго и третьего спелла, погнали. Первый спелл на нашем персонаже, это у нас сеточки, сеточки, которые можно кидать на определенное расстояние в зависимости от уровня прокачки, также они имеют свой калдаун и 220 АУЕ плюс 2 секунды длительности. Что это такое у нас вообще, ребят, вообще, что это как-то вообще, ни хрена, непонятно же, смотрите, на первом левеле 500 каст рейндж, на втором 750 каст рейндж, на третьем 1000 и на четвертом 1250 каст рейндж, то есть, соответственно, если мы прокачали сеточку, то она 1000 каст рейндж. 250 в расстоянии мы можем ее кидать, про АУЕ я сказал, про калдаун и калдаун на первом левеле 20, на втором 16, на третьем 12 и на четвертом 8, очень маленький калдаун. Давайте докачаем, мы будем смотреть, что у нас получается, смотрите, кидаем сеточки, переключили ими, покидаем сеточки, переключили, кидаем и переключили. Ребят, на этом персонаже все спеллы, какие мы качаем на основном, они также у нас будут присутствовать и на внешних вот этих наших мипарях и комбинационно можно просто каждые 2 секунды вот так вот держать вот дума, просто в сеточках, не выпуская его и просто он ничего не сможет сделать, он просто будет стоять в сетке. В принципе по сетке все, я рассказал, просто дизейблищий такой спелл, позволяющий задержать врагов, ну и в принципе все. Ребят, кстати, немаловажный факт, Ghost Scepter игнорирует эту сетку, просто если она у нас сетка, мы нажимаем Ghost, а она скидывается, эта сетка, плюс эта сетка не накидывается на Ghost. Вот такая вот особенность. Поехали на второй спелл. Второй спелл на мипа, это такой чаннелинг, который не сбивается, в случае если нам дают стан, то мипа потом продолжит его дальше кастовать и спелл не уйдет в кд. Это первый момент. Второй момент у нас, смотрите, давайте прокачаем на раз. Вот с такой вот задержкой, смотрите, вот идет задержка полторы секунды и у нас происходит какой-то эффект и мипа что-то делает. Смотрите, о чем это вообще идет речь. Этот спелл помогает жестко перемещаться мипарям по карте. Во второй доте это реализовано так, типа он делает подкопы и появляется где-то там в другом месте. В принципе, в реализации это довольно-таки просто, просто, допустим, смотрите, у нас один мипа там в другой части карты, мы нажимаем, допустим, сюда, и он у нас перелетает сюда. Также можно вот этим, можно вот этим, без разницы, как это исполнение, как это в исполнении. То есть, ну, это такой универсальный телепорт, который при этом еще наносит дэмэдж. Дэмэдж наносит в 375 АОЕ. Плюс, смотрите, давайте разберемся по дэмэджу. Потом поговорим по калдауну и монокосту. Смотрите, дэмэдж на первом левеле 80, на втором 100, на третьем 120 и на четвертом 140. Дэмэджа очень мало, скажете вы. Да, но есть особенность, если мы нажимаем его на себя, соответственно, мипа делает его на базе, то дэмэдж у нас в 2 раза больше наносится, то есть уже не 140, а 280. Теперь иногда понимаете, что мипа, когда вот так вот просто остановился, накастовал на себя вот так вот спеллы, и будет очень много дэмэджа, очень много дэмэджа, ребят. Так, теперь давайте разберемся по калдауну и монокосту. Смотрите, калдаун у нас 12 на первом, на втором 10, на третьем 8 и на четвертом 6. Каждый 6 секунд, каждый 6 секунд можно пуфаться и наносить дэмэдж, просто вы понимаете, эти персонажи будут бить и пуфаться. Это очень жестко, очень жестко, но и монокосту всегда 80. Монокост у нас неизменный, соответственно, такой, ну, бонус, можно сказать бонус, потому что в начале, конечно, проблема, да. Ну и в принципе все по второму спелл, давайте перейдем к третьему. Третий спелл на мипа очень прикольный на самом деле, потому что позволяет замедлять энэми плюс наносить ДПС. ДПС. ДПС считывается с каждого мипаря, то есть, соответственно, он стакается. Смотрите, в чем заключается бонус вообще. Давайте разберем. На первом левеле 5% замедлений, 8 ДПС с одного мипаря. Второй левел 10 слова и 16 ДПС. Третий левел 15% слова, 24 ДПС. И на четвертом 20% и 32 ДПС. Ласт, длительность, ласт 2 секунды. То есть, если мипа один у нас бьет, чпоньк, и 2 секунды ему будет наноситься вот этот дэмэдж. Вот такой вот эффект происходит, выносится дэмэдж и оп, статус пропадает. И в чем смысл? Смотрите, эта тема вся стакается. То есть, если он начинает жестко бить, во-первых, во-первых, такая вишется типа баф, хитпойнты уходят постоянно. И плюс вот это вот замедление, вот понимаете? То есть, это очень жестко в комбинации. То есть, допустим, если мипари будут тупо вгрызаться и бить, это очень жестко. Это, на самом деле, очень сильно чувствуется, когда четвертого левела этот спелл. Смотрите, какое замедление сразу, разница какая. И какой у нас ДПС будет, смотрите. Хитпойнты уменьшаются. То есть, ну, очень жесткий спелл. В общем, почему я так решил рассказать сначала с ультимейта? Потому что основная у нас фишка мипа это ульта. А дальше все остальное уже зависит просто от вашего, как бы, вот этого скилла, микроконтроля и прочей всякой вот этой темы. Ну и, в принципе, все. По данному персонажу, ребят, очень сильно персонаж требует микроконтроль. Но и не стоит забывать, что есть у нас Септер, ребят. А Септер что делает? Я вам расскажу. Но посоветую, ребят, посмотреть видосик по аганимам. Там досконально все расписано по мипу. А я скажу вкратце. Добавляет нам еще одного мипаря. И мы можем делиться с основным мипарем. С вот этим статами для всех наших остальных мипарей. Вот такой вот аганим, ребят. Но обязательно посмотрите ссылочки внизу в описании, что он будет конкретно делать. Ребят, в общем, все просто по практике. Давайте посмотрим геймплей. Я приготовил для вас две игры. И это я еще раз скажу, чтобы вы не забыли. А то вы любите скипать. Но не все. Но не все, ребят. Всех люблю, уважаю. Погнали смотреть геймплей. Вот так, хорошо. И основным сейчас ТП сюда. А вот и интрижки подъехали. Смотрите, я прыгаю один на четырех. Будет ли тут ремпэйдж? Или я что-то сделаю не так? Ребят, в общем, смотрите. Смотрите этот видосик. Но это вторая игра. И обязательно посмотрите вторую игру. Ребят, две игры на мипо. Одна более красивая. Другая такая средненькая. Ребят, в общем, всем приятного просмотра. В общем, смотрите, ребят. Есть мипо-задроты, которые используют мипо-кей. Там все вот это дело. То есть, по нажатию одной кнопки у тебя все мипо-все мипари. Пуфаются. И, типа, это круто, да. Но на самом деле, ребят. Ну, я лично считаю, что это как минимум нечестно. Потому что ты сокращаешь себе на 10 кнопок минимум геймплей на данном персонаже. Это как минимум нечестно. Так, берет у нас венгечка Куру. СПС венге. Тогда не буду брать уже. И вот. И как бы дело такое, что... Вот, насчет геймплея. Насчет геймплея, ребят. Что можно делать на данном персонаже? Как его можно использовать? Он может быть тупо мега-пушером. Может быть хорошим файтером. Но чтобы файтиться, ребят, требует очень много микроконтроля. К сожалению, у меня всего один бинт, чтобы забиндить всех мипарей. Я не знаю, как я вам буду показывать. То есть, ребят. Желательно забиндить мипарей группами. Где-то, допустим, 4 мипа на одну кнопку. А остальной мипа один и главный, типа, на другую. Типа, чтобы, ну, как-то более вариативно было вот это все дело делать. Чтобы, ну, было более удобно контролить. Так, ребят. Ну, есть такая... Есть такой момент. Вот Скай сейчас стоит на миде. И нам, в принципе, можно сказать, немножко плевать на его первые волны. Типа, у нас резист 30%. В мипаре единственный персонаж, у которого резист равен 30%. Ребят, сразу постараюсь пойти стакнуть. Потому что, когда мы апнем нашего одного ручного зверя, нашего мипа на третьем уровне. И, соответственно, пойдем под зафармим быстренько. То есть, ну, будет такой микро-буст. Можно... Ну, даже не микро, а такой, в принципе, неплохой буст. Что я обычно ему собираю первым айтемом? Обычно я ему первым айтемом беру дайгер, чтобы можно было файтиться. Это единственное, что я умею делать на этом персонаже, а именно впрыгивать в замес. То есть, знаю, ребят, если вы обладаете должным уровнем игры на данном персонаже, то я считаю, что вы должны пробовать файтиться на нем, а не тупо ходить куском мяса и пушить, стараться линии. Ну, Скай все равно тут подзадрачивает меня. Этого крипа я не заберу. Сейчас подхилимся и стараемся что-то сделать. Так, апаем третий. Гоу. Выделяем сразу. Отправляем одного мипаря сюда. Он нам стакнет, а сами пойдем на руну. Сами пойдем на руну. Так, поехали. Хорошо. И можно будет с помощью пуфа, в принципе, вернуться на исходную. Ой, я запутался. Ну, немного подхарасим, пацаны, и все. Запутался в кнопках. У меня нету. Ворота закрывай. Хорошо. Немного отвлекает, но ничего страшного. В общем, смотрите. Я мипаря переключаю на клавишу мыши. Обычно их переключают через таб. Через таб. Но я на клавишу мыши именно переключаю, потому что другого варианта у меня нет. У меня таб забинжен, пробел забинжен. 2, 3, 4, 5 тоже забинжены. И то есть, соответственно, мне овер тяжело на данном персонаже вообще, в принципе, что-либо делать. Но как-то будем справляться. Выформим по чуть. Под стаками. Все, думаю, получится у нас. Можно через шифт пользоваться всеми кнопками его. То есть, я буду тут пробовать играть им через шифт, а именно. Нажимая определенную одну кнопку, go на базу всех двоих отправим. Или на это мы отправим на пуфе. Чтобы их спустили не терять. Да, ребят, не стоит забывать, что если рядом у нас тут 2 мипаря, то, к счастью, экспириенс мы будем получать сразу двумя. Это круто. Так, основное у нас на базе. Хорошо. По микроконтролю, ребят, опять-таки, говорю, очень серьезный персонаж. По микре очень, очень много требует микроконтроля. Очень много. Прямо. Если играть по-честному, без всяких мипокеев и прочей хрени, то очень много микроконтроля требует. Так, отлично, забираем крипа и делаем тп. Сходить в ганг можно, но хочу в ганг пойти после покупки. После покупки, вернее, после прокачки левела. И, в принципе, можно будет сейчас, наверное, подзабычить немножко. А нет, тут подфармим тогда. Хорошо. Возвращаем. Еще одну делаем вот так, лопатку. Качали. Прогуляемся основным. Если что, смотрим по карте. Хейст. Гоу на топ. Гоу на топ. Единственное, как я могу выделять еще одну мип, это на Аф-1. Все, есть. Отлично. Хороший ФБ. Есть плюсик. Джигерна, он тоже пытается ластхитить, но он молодец. Он тоже вроде что-то соображает. Ну, сделали Ферстблад, в принципе, более чем хорошо, ребят. Ну, по крайней мере, я считаю, что для меня Ферстблад сделать уже на этом герои, это реально круто. Ребят, буду все время говорить, что я не умею на данном персонаже играть, потому что буду напоминать вам, ребят. Да, Хен, там уже он. Буду напоминать, что я на данном персонаже не силен, поэтому не судите строго. Рили на этом персонаже для меня реально сложно играть. Так, ребят, ну. Ты. Не. Им нельзя палиться, ребят. Главное, отправляем на Б, а этим Гоу немного побегаем. Кто такой Хен? А, Хин напишем. Потому что... Потому что все... Я говорю, потому что все пишут Хин, Хин, а меня так бесит, когда пишут Хин, ведь я не Хин. Все, возвращаемся на базу, сейчас на руну тут еще зайдем. О, пуфик прокачаем. Все, хорошо. Реген. Но я не могу этими парем взять реген. Гоу, делаем так. Пойдет. Сколько у нас там еще? Две секунды до пуфа. Потому что седьмой левел, я по идее должен его убивать. Хорошо. Еще Венга подошла, молодец. Так, следующий мипа у нас будет на десятом левеле. И будем дальше душить. Ребят, ну, в принципе, в геймплей, вот, ну, если команда чуть еще подможет, то еще просто перфектли. Релик. Гоу одного мипа на стаки, отправим. Сделаем себе стаки. И будет по кайфу нам. Хорошо. Гоу сюда. Мипа там должен успевать сделать все дела. Второй наш. Оп. И возвращаем. Оп, тут добиваем. Тут добиваем. Хорошо. Все, погнали. Становимся сюда, через шифт и тпшим сюда. Хорошо. Сейчас пойдем на базу, сходим, возьмем даггер и будем. Будем прессовать именно. Жаль маны нету. Пойдет. Все, хорошо. Возвращаемся на базу. Возьмем даггер, ребят. Вот, фирст айтем даггер. Многие меня клевали на трансляциях, что я беру ему даггер. Но, ребят. Вот с даггером я единственное, что могу делать, это врываться с даггером на данном персонаже. И я считаю, что нужно этим пользоваться, ребят. Возьмем до вардика и пойдем на другие линии. Другие линии. И можно... О, можно-то алхимик. Вообще, фри кусочек, ребят, для нас. Так, выделяем основного. Пусть этот у нас стоит на базе. И можно тут смело прыгать. Смело прыгать. Найс. Хорошо. Опа, вот этого отводим. Вот этого бьем. Вот этим бьем. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Так. Хилимся и пошли дальше. Можно убить Мартретку. Гоу, ребятки. Светочку и дальше лопатку будем качать. Ребятки, можно ее убить? Зажучить просто толпой. Пушьте линию, я не дам ей тут выйти. Держим, держим, держим. Ребята пушат. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Помог сеткой. На это я попаду. Блочим сразу ей выход. Ну, продамажили чуть-чуть. Хорошо. Ребят, что, соответственно, как я делаю пуф? Я просто переключаю мышкой и, ну, просто что-то нажимаю. Чтобы было вам понятно. Пацан Гайды пишет. Ребят, но на этом персонаже я, честно, не играю. Честно, я не умею на нем играть. На этом персонаже я тупо, банально не умею. Тупо, банально не умею. Ребят, так что не кидайтесь в меня какашками. Все будет хорошо. Всем добра. И будьте, будьте счастливы, ребят. Будьте счастливы. Так, идем ставить имба варды. Ребят, сразу показываю имба варды, которые... Ну, на трансляциях подписчики мои как бы знают эти варды. Я всегда их ставлю. Они очень профитные. Пока одним миперем идем АФК. Вторым пойдем подстакаем себе. Немного буста. И пойдем, наверное, на низ. Десятый левел будет. Надо на низ идти. И, кстати, сейчас с десятым левелом можно будет немного пообузить. У нас мипари, у нас их будет три. Так успеть тут отвести. Ладно. Все, отводим. Опа. Нажимаю F2, чтобы выделить мипари, а у меня F2 забито. Sorry. Хотя этими командами не пользуюсь. И, блин, если их убрать, будет, конечно, намного удобнее. Так, гоу, ребят, обузить. Основного на базу. С этим прогуляемся. Все. С этим прогуляемся. Опа. Опа. Как вам? Обузить мипа сейчас будем. Обузить мипа я люблю. Обузим как? Обузим хил. На япарях. Так, иди, иди, иди. Так, ну этот, блин, хреново, он без маны. Стоим туда. Основного приведем. Так вот сделаем. Хорошо. Ребят, не стоит забывать, что когда мы юзаем пуф, он типа в половину. Половина слабее долбит. Есть лопатка. Хорошо. И травела. Травела, безусловно. Безусловно, травела. Агау на базу. Слетаем просто. Все хорошо. Вот так вот сделали. Что нас там по мипарям вот так вот делаем. И все, этим пошли. Этим мы пошли. Этим мы пошли. Хорошо. Это возвращаем тоже. Выделяем. Вместе их. Я выделяю их вместе. И кликаю какого-то отдельного потом. И все. То есть, как бы так играем. Так, ребят. Ну, надо кого-нибудь типа Магнуса прижучить. Я не знаю. Вот так вот сделаем. Можно, в принципе, оставлять одного мипа где-то, допустим, на месте. Так, гоу. Буду готов прыгать, когда он выйдет на линию. Готов. Ой. Наис прыжок. Вот этого убрать. Все. Бэк. Бэк. Опс. Хорошо. Переиграли. Этого на базу. И вот так вот и играем, ребят. Этого на базу и играем. Хорошо. Пока у нас этот регенится. Сейчас мы всех поочередно. Отправим на базу. Вот этого сейчас вернем обратно. У этого у нас нету маны. Это плохо. Основной тут. Купим ману. Возвращаем этого обратно. Хорошо. 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 Это мы просто сюда. Мы даем маны, чтобы уйти на ТП. Все. Пойдет. Погнали дальше. Ребят, next-ом выходим в аганим. Next-ом выходим в аганим. Вот этого пацана. Ай-яй-яй, серьезно? 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 Надо уходить отсюда, ребят. Слишком опасно. Лог. Ой-ёй-ёй-ёй. Я тут не войду. Сайленс накинули уже. Ну, я не успел тупо уйти. Надо было запуфать всех отдельно. Отдельно. Но печаль. Печаль. Ну, мой микроконтроль, как говорится, ребят. Мой микроконтроль. Тяжело. Тяжело все же. Слардаров АК. Я не бью. О, хорош морф. Вот это я понимаю. Это увожу Харили. Ну, я ХЗ так не ушел. Сейчас еще и крип добил там алхимика. Там вообще изи мой фраг был. Но, типа, сами понимаете, что... Оно бывает однажды всегда вот такое вот. Так, ну, пока что видно там. Там неприятно будет с мартреткой на самом деле. Сайленс будет на какого-то одного мипа. Надо взять сейчас аганим по фасту выформить. Слушайте, надо на самом деле сейчас тупо уйти в фарм. Я считаю. Быстренько кэмпы тык-тык-тык-тык-тык понатыкал и все. Быстро выформить аганим. Тогда мы будем немного... Даже не немного, а посильнее. Потому что статы начинают шариться. Начнут шариться и будет полегче. Так, ребят. Ну, если он у нас вылетает, будет очень тяжело. Потому что я минус один игрок. Серьезно. Я минус один игрок. Такое. Такое, такое, ребят. Ну, ничего. Ничего. За свои ошибки, видите, мипа свои ошибки не прощает. То есть можно там изи, можно было уходить, просто перепуфать их. Но там уже прилетел сайленс, уже было поздно. У меня вот тут мипари просто вдвоем стоят. Нужно было их намного дальше отводить. То есть, ну, сами понимаете. То есть геймплей такой своеобразный. И, соответственно, требует очень много микро. Реально очень много микро требует. Поэтому. Как я сегодня зашел, прочекать гайд на Люконтропа. Что мне там пишут? Челик пишет. Ты постоянно разговариваешь. Вообще невозможно тебя смотреть. Типа ты постоянно что-то говоришь. Слушайте, ну это гайд. В гайде всегда нужно что-то объяснять, что-то рассказывать. Вот, допустим, сейчас чел лагает просто сидеть. Вот так молчать, но это не мое. Серьезно. Так, ну вылетает у нас лордар. Вылетает у нас лордар, к сожалению. К сожалению или к счастью, я не знаю. Будем смотреть, сейчас будем играть. Давай, все, дропаем. Пацана. Лордар без спринта. Лор. По-честному морф прям так. Честный. Честный игрок, Рилли. Ой. Придется запикивать. Кто-то повел его. Кто-то повел. Кто-то повел его здесь. Все, пусть тут сидит. Пойдет. Так, ну у нас там есть все это дело. Все, атак морф. Вот такое. Забирает постоянно. Хорошо, забрали. Хорошо, забрали. Вот так вот делаем. Хорошо. Этого отвезти. Основного оставляем. Пойдем за пайнт бустером. И погнали далее душить. Погнали далее душить. Погнали далее душить. Так, этого возвращаем на эвку. Этого на базу. Все, и поехали на этом катать. Так, ну, пенетрирует. У нас там леса. Рядом. Оба. Оба рядом. Даже втроем они там, я думаю, будут армины. И надо бы туда. Надо бы туда. Гоу. Подфармим просто. Можно направлять просто... Опа. Да, тут же ГГВП. Магнус пришел. Все, ГГ. Печально. Но надо варды ставить еще на руну, ребят. Но Магнус это жесткий, конечно, контрпик. Я попытался что-то сделать, но моя команда разменяется тут. Моя команда, конечно, тут разменяется. Магнус вообще, в принципе, он просто собирает всех кучу ваших мипарей и очень вывязвим. Скай не контрит никак мипа, потому что его ультимейт делит дэмэдж, соответственно, как и санстрайк инвокера. Ох-ох-ох, сколько ему там дэмэджа влетело. Это жестко. Ну, не знаю. Сейчас будем по чуть... По чуть-чуть коми бацкать. Чуть остается до аганима. И не знаю, леса фармят. Сейчас алхимика надо сразу. 16... 16 секторес, сразу алхимика тп, тык-тык-тык, побежать ему натыкать. Самая уязвимая цель алхимика просто. А когда его убивать, нету армора, ничего нету. У него просто ези. Останется он на линии. Уходит в лес. Так, быстренько успеем. Успеваем. Успеваем. Так, вот этого крипа добить надо. Чтобы не мусолил. Доминатор на мартредке. Страшно. Мартредка это страшно, ребят. Мартредка это страшно. Мартредка это страшно. Все, отойдем. Оставим основного. Одного на базу. Этого за ним. Этого за ним. Хорошо. Подобуживаем немного. Там флоу вот уже обратно. Хорошо. И будем тут по чуть пушить. Основного у нас тут на базе. Берем вот так вот. Вот так вот делаем. Хорошо. Сметаем крипов. Апэм левел. И почти у нас есть еще один мип. А у нас на 17 левеле открывается, как во второй доте. Прикольно. У нас во второй доте вообще все герои открываются. Ой, герои ультимативные открываются на 17 левеле. Последние. Пек. Идем по топу, короче, пока. Идем пока по топу. Буфаем. Вот это дело все. Возвращаем на Б. Основного купим аганим. Все. Хорошо. Этого туда в толпу. Этого назад. Все. И ждем всех вместе. Соберем. Выделю в одну кнопку. И будет хорошо. Вот так вот делаем. А ты куда пошел, друг? А ты куда пошел, друг? Так. Остается у нас там один мипарь. Основного сюда. Этого туда. Все. Сейчас вместе всех соберем. Чтобы у нас уже были фуловые готовые персонажи. Готовые к файту. Так. И можно. Но тпшки нету. Я бы тп хнулся, ребят. Но у меня есть на других, конечно, мипа. Но я не расконтролю просто. Я просто не расконтролю. Так. Вот так вот делаем. И возвращаемся их сюда. Хорошо. 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 Ну вот теперь можно работать. Гоу вард еще возьмем. Вот так вот. И четверо-четвером уже можно будет делать какие-то вещи. Этих пока отправим. Оу. Там тавер падает. Не успевая нажать глиф. Скай на миде. Ну не знаю. Опасно, конечно. Я в лес пойду сейчас. Я думаю, алхимос в лес пойдет. Сейчас надо будет завардить и тупо по лесам ходить. И надо уходить будет в пуш. Сейчас буду что-нибудь покупать на Этериала. Типа такую тему. Еще бы было поинтереснее. Отправляем этих сюда. Сами завардим. Так вот сделаем. Сюда. Куда вы идете, братцы. Так. И надо файтиться. Надо файтиться. Ребятки. Хорошо. Отпушиваем. Я знаю, типа, таких игроков, которые на ми поиграют. Так, на марк редко. Тут вард такой дефолт мы поставим. Алхимик фармит. Интересно, Скай пойдет туда? Туда Скай идет. Одного мипа мы забыли там. Очень страшно. Входим просто. Ой, 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 ой. Ох уж, вот этот мой микроконтроль. Ох уж, этот мой микроконтроль, ребят. Это ужас какой-то. Успел, господи. Это тяжело, ребят. Это не так легко, как кажется. Есть у нас еще один мипа. Хорошо. Так, теперь. Вот так вот всех. Вот этого, вот этого, вот этого. Куда? Пока вот так вот. Очень плохо, очень плохо контролится. Но, ребят. Это, на самом деле, дело, мне кажется, такой сноровки. Ой, 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 если он вылетает, это же просто ГГВП. Это же просто ГГВП. Так, ну надо поубивать кого-нибудь. Надо просто в нагло сейчас играть. Фиг с ним, размениваться. Гоу, пятером. Четвером подеремся. Надо подраться, ребят. Надо подраться. Но у меня 17-й левел, но все равно, на ли мипа это плохой результат. Должно быть, типа, 20-й левел. Ой, 20-я минута, 25-й левел. Должно быть. В идеале прям. Ну, то есть, как в идеале. В нормальной игре, когда скиллованные мипа играют, они, то есть, бахают. 20-я минута, 20-й, 25-й левел уже должен быть. Просто обязан быть. Ну, че-то такое. Магнус вылетает, это плохо. Это плохо. Это плохо. Ну, еще ждем время и кикаем. Потому что, типа, какой смысл. Ну, три варда я сделал. Активных. И активных варда есть. Надо сейчас чуть подождать. И поехали. Тучка, кстати, алхимика. Очень хорошо контрит мипарей. Всем сразу армор снимает. И родненц очень жестко контрит. Потому что, собрав МКБ на главном персонаже, я, к сожалению, ничего не нанесу. А другим, ну, другим никакого бонуса я не дам другим мипарям. Это такое, если честно. Это такое. Ребят, не знаю. Вот как проще, проще вот тупо по карте кликать пуфами. То есть, на самих персонажах так запутаетесь. Проще пуфаться по... То есть, допустим, отправляете одного мипаря на топ. И пуфаетесь с помощью карт. Пуф-пуф-пуф так. Ну, то есть, я сейчас покажу примерно, как это будет работать. Типа, вот так вот делаете. И, ну, иногда вот тут, конечно, проще вот так вот сделать будет. Все, всех я туда собрал. Туда я всех собрал. Вот. И конкретно... Сейчас надо найти Морфа тут. Найти Морфа тут всей толпой. Вот туда. Вот сюда. Видите, я даже на главу не нажимаю. Я просто тупо, ну... Примерно где находится у меня основной персонаж, я туда нажимаю пуф, и они туда улетают. Но так иногда можно прогуляться. Я не один раз уже прогуливался так. То есть... Понимаете, да? Примерно как это работает. Как это работает примерно. Так, забирается у нас Рошан. Джиггернаут забрал Рошана. Ребят, можно тупо фармить. Тупо фармить на мипарях. Это... Это смотрите, сколько экспы дает. А, не покажу. Экспы очень много дает. Всем сразу, всем пятерым считается экспа за одного крипа. То считается вы не одного крипа, типа, убили, а пятерых. Это очень круто. Это очень круто, ребят. Это реально круто. Так, ну тут я заберу вот этих пацанов. А, тут, по-моему, что на них же магия еще работает. Да, хорошо. Смотрите, раз, раз, сразу как дается. Гоу по миду. Да? Гоу по миду. Пока ребята там бегают. Мы тут зафармим. Зафармим тавр быстренько. Быстренько зафармим. Некоторые говорят, мипов пуш вообще лучше сама тома. Типа сама тема в пуш. Делаем пуфы. Хорошо. Очень долго. Эх, переигрался я что-то. Очень долго. Слишком долгий файт. Ну, видите, тоже в микроконтроль. Вроде пуфаешься. Как бы, ну, дэмэджа очень много. На самом деле, просто тупо начинаешь не понимать, что происходит. И нужно тут найти вот такой момент. Остановиться. И постараться увести одного на базу. И стараться на базу их отсылать. То есть, в теории, это все так звучит легко. Но на практике, ребят, это очень тяжело. Так, а зачем я, собственно, лук я покупать не буду? Гоу с Кади. Говорят, хорошо сидит. Знаете почему? Потому что делимся алл атрибутами. Не буду я делать тут этериал. Я сделаю сейчас с Кади. Соответственно, с Кади мы будем душить. То есть, у нас мепари. Каждый мепарь уже будет намного сильнее. Соответственно, с Кади решает нам эти вопросы. Но, в принципе, ребят, в теории, в теории персонаж легкий. На практике. Сейчас я знаю, что там в чате у нас очень много топовых мепарей. Это стопроцентные. Все будут писать там. Там не умеешь, что-то подобное. Да, ребят, соглашусь. Я не умею. Я не умею играть на этом персонаже. Но вот единственное, что я умею, это влетать с даггера на нем. И все. И все. Это, то есть, тут не надо быть сверхразумом, чтобы влететь с даггера. Просто нужно переключить персонажа. Это тяжело, на самом деле. Именно тупо контролить главных мепарей. Вы поняли примерно, ребят? Вы поняли. Так, давайте вот это продадим. Он тут уже не актуален, наш предмет. Хорошо. Хорошо. Этих влез. Этого на линию. Так вот. Хорошо. 20 левел есть. 26 минута. Уходим. Идут. Да, ребята? Там морф. Химик. Ну, не страшно, в принципе. А вот теперь страшно. Нет, go. Так, вот этого надо увезти. Я уже тут не успеваю, да, увезти? Вот этим и помогает нам Этериал засейвить. Ну, блин. Все вместе. Тут я знал, что это бред сюда идти. Так. Джага пришел нарезать. Ну, Джаггер Аегис. Вот Аегис для мипа, ребят, сама-то. Идти Рошана забирать и не париться. Как бы сама-то. Дается у меня слэш у нас тут. Ну, там же ж братишка, там же ж была. Там же ж была вот эта вся тема. Типа гибридов. Забыл, как у морфа больше. Репликейт. Забыл, как у морфа называется позже. Вот Рили дал бы братишка мне Аегис. Я бы, типа, ну, намного будет приятней себя чувствовал. Ну, такое, ребят, если честно, 8 в 4 отыгрываю. Но просто банально тупо не получается контрить. В одного вгрызлись. Не могу его увезти. Надо было все же Этериал собирать. Но у меня, в принципе, почти есть скади. Надо скади додолбить и выходить в Этериал. Этериалом сейвить одного мипа и просто экселент, я считаю. Сеточки, ребят, касаемо сеточек и гос септера. Сеточки не работают на гос септер. Это такое дело. Ребят, и надо пушить, потому что потом будет тяжело. Сейчас одних мипарей отправим на низ, чтобы они зафармили там. И основным там куда-то что-то полетим. Так, вот так вот делаем. Основной сюда у нас пойдет. Основной где у нас? Вот он, основной. Хорошо. Эти там понизу. Понизу у нас сплитят, так сказать. И, в принципе, скади есть. Скади есть этих мы. Выделяем. По лесу. Вот так вот. Гоу, парочку, наверное. Вот сюда. Под контрольку. Вот так вот. Ииии, ждем. Вот так вот. Хорошо. А, и скади. В скади есть. Так, алхимик там. Алхимик там. Гоу. Так, вот эти пусть тогда фармят. Основным пойду. Основным пойду. Так, врываются. У нас начинается файт. Уже надо идти, быть там. А я до сих пор тут. Иду, 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 ребят. Иду. Иду. Хорошо, с веточкой попадаю. У меня один мипа там пешком идет. Хорошо. Этого на базу. Этого сюда. Убираем их. Хорошо. Ну, пойдет. В принципе, шо-то расконтрил как-то. Пушим просто. И вард сразу поставим. Ну, тяжело в контроле, но легко в бою, да? Райт-кликом просто направлять и идти. Не самая красочная, конечно, игра, что могла быть. Ну, такое. Тяжело. Тяжело. Так, погнали на ботом. Го. Лук купим. Теперь пари у нас пусть сюда. Иду, джигернал. Тут много делает, на самом деле. Я тут вообще ничего не делаю. Хорошо. Хорошо. Скади, кстати, с лопаткой у нас стакается. Если кто не знает, плюс лопатки все стакаются. Я напоминаю, что я повторял эту тему. И как бы все довольно-таки просто. Так, ребят, ну, прыгнув за этим персонажем, я просто не смогу расконтрить, чтобы уйти. А, и вард стоит еще. Вот тут вард. Го. Этих в лес. Этих в лес, а сами погребы. Вот сюда. Основное у нас где-то там ходит. Можно вообще, если вот просто рили очень жестко уметь на этом персонаже играть, это просто можно по всей карте тут ходить, душить. Просто по-страшному. По-страшному душить. Но нету должного уровня. Игры на данном персонаже. Эх, ну не ушел. Ну, эх, и байбека не хватает. Ну, вот просто меня начинает. Вот, Мартретка врезается в одного. Очень много дэмэджа плюс башки. Избили мне там тпшку и... Ну, это такое. Да тот же Гернаут сытый, да? 8 на 1 нормально. Ну, плохо-плохо отконтривается, ребят, на самом деле, рили очень тяжело. Очень тяжело. Скади не помогает даже. Сколько айтемов не собери, мне тут ничего не поможет. Просто банально не можешь на данном персонаже играть. Поэтому его и не беру. У меня биндов нет, чтобы забиндить. У меня только на одну кнопку я могу забиндить всех и все. У меня все остальное забито. Йотап 1, 2. 1 не забито. 2, 3, 4, 5 забито. Это F2, F3 забито. На F1 могу основного и... Ой, какой РБ. Пойдет. Идилты. Ну, типа идиоты, я понял. Парни фидят. К данным персонажам. Уф. Та-та-та. Жага тут умрет. Если останется. Так, ну я щас буду делать ТП. Сюда. Хорошо. Гоу. Пятки. Или рошу. Давай я их заберу. А их заберу. Хочу, хотите сюда я накосячил основной. Парашан быстро рассыпется. Быстро рассыпется. И все. На базу слетаем. Вот этих. Ставим там. То есть Этериал. А да, через Этериал надо было. Сразу. Возвращаем их обратно. Этих поправим по миду и сами прыгнем. Сами прыгнем. Сюда. Будет его подсейвить. Подсейвить. Нет, не подсейвлю. Уйти хотя бы. Не могу. Очень много контроля. Ну такое. Такое. Что сделал, не понял, но выиграли драку, как говорится. Что сделал, не понял, но... Этериал там вообще в кого-то непонятно. В иллюзию по музыке. В иллюзию. Хорошо. Такое. Ну все равно, когда в плюсе, не знаю, типа... Пойдет. Гаврии еще сыграем. Запушим тут. Смотрите, как падает. А че у нас на одном мейпоре 200 урона? Че делать? Так и живем. Так. Так и живем. Так и живем. Ге-ге. Ну такая каточка, ребят. Наверное, будет еще одна. Поехали. Так, ребят, у нас идет еще каточка. Опять таргетный герой, да. Ну, пуджи всякие такие инвокеры вон. Инвокеры массушные. Ну, будем пытаться что-то делать. Не знаю, в этой катке еще и акс взять. Ладно, в принципе... Посмотрим, что у нас получится в этой игре. Будем душить. Это уже третья игра на мипо. Не могу, не получается. Нормально отыграть на этом персонаже. Вообще просто. Ну, в плюсе в кэда, но по микроконтролю очень сильно. Господи! И каю! Кто меня вспоминает? Кто меня пылесосит, ребят? Очень сильно косячу на данном персонаже. И некомфортно. Некомфортно. Хочется красиво игру вам выложить, показать что-то, что-то интересное. Но вот первую игру я выложу. И, возможно, вот это если зайдет, третья будет игра. Надеюсь, зайдет. Хоть что-то конкретно. Ну, какие-то мувы хорошие такие, знаете. Что-то за какие-то хорошие мувы там. Ну, то есть, как бы так. Но на мид нас не пускают. На мид нас не пускают. Гоу. Попуфаемся там немного. Путь идет. А пофиг вообще. Собираем наглую просто монетку. Воу. Что ты СПСкаешь, дурачок? У тебя, смотри, у тебя сто монету качай. Монету качай на первом ОВЛе в этой карте. Там плюс 500, дурак. Он не знает просто. Не качает он. Ребята, ну, такое. Так, ну, Инго у нас на этой линии. Это хорошо. Знаете, чем хорошо? Потому что мы тут через сеточки будем убивать пацана. Плевать через сеточки. Акс у нас там заходит за табор. Ну, я приду к Аксу чуть позже. Хотя, в принципе, другую часть карты. Третий левел нужен будет. И мы пошли, кстати, на мипа, ребят. Не на мид. Как правило, мипа идет на мид. Ласхитить на нем вообще отвратительно. Дэмэджа нету вначале. Напоминаю. Но ничего не поделать. Сеточка есть, можно поесть. Санстрайк будем делить. Только Метеор не поделим. Совсем проказно. Это плохо, но ничего страшного. Сейчас сапожок. Сапожок и поехала. Хорошо. Все рассчитано. Excellent. Сеточка. Проблочил. Пуфчик. Сеточка. Проблок. Пучки. Пучки. Так, ну почти третий. Это хорошо, ребят. Это очень хорошо. Акса у нас там все же выловили. Да давно пора. А че он так стоит наглую? Нельзя так стоять. Там и некор еще. Некор Баратрум. Он стоит наглую под Т2 идет. Так нельзя, ребят. Это неправильно. Скубо мое мнение. Все есть. Все, это мы отправляем. На центральную. Погнали. Хорошо. Да-да-да-да, поклацай. Хорошо. Кучно меня. Кучно меня. Ну, помогли пацану. Дид, иди. Иду, братан. Иду. Все, как скажешь, брат. Иду. Только не души. Ребят, раньше транквилы собирали данному персонажу. Это было прикольно, потому что у мепареи, у слабеньких, они не выключались. Эти транквилы. Это прикольно. Это прикольно. Ребят, кого на базу смотаемся. На базу смотаемся. Все есть, да? Хорошо. Хорошо. Даже Бара не умер. Даже Бара, говорю, не умер. Так, агру не надо, не надо. Ты что? Ты что? Не надо. Агру не надо. Так, гал. Далее. Просто побегаем по карте. Не знаю. Попробуем что-то поролить. Попробуем поролить. Ген, это хорошо. Алхимик без ботла остается. Но это плохо. Ничего страшного. Не раскиснет. Не раскиснет. Бегаем просто по линиям. Оу. Так можно сейчас просто на водоту попасть. Гоу, гол, гол. Гоу, гол, гол. Гоу, гол, гол. Гоу, гол, гол, на водоту, так сказать. Ромим, но левел не поднимается, к сожалению. Но что-то получается интересно так. Необычный геймплей на мифа. Ребята, отойти надо. Хорошо. Кого на базу отправим? Основным останемся. Присумоним потом, если что. Тут пусть на базу идет у нас пацан. Салага. Мальчик молодой. Парнишка молодой. Опа, опа. Все, забайтели. Люблю такие моменты. Люблю такие моменты. Так, ну до сих пор мифа у нас там идет, слабенький, который уже миллион лет идет. Миллион лет идет. Но конкурировать по ласт хиту с этими наркоманами, конечно, тяжело. Все, есть у нас мифа на базе, да? Это радует. Это радует, ребята. Левелы по левелу очень сильно проседают. Хорошо. Возвращаем. Умер. Если бы чуть-чуть... Ну и там санстрайк просто на фу влетел. Просто санстрайк очень силы влетел. Да, и плюс у меня как бы... О, а ультимативно это была? А, не, не была. Он только апнул. Печалька, печалька. Ну моя ошибка. Инвокер как-никак. Нажал две кнопки. Санстрайк там в фул залетел. Вообще фул. Ни с кем не поделил дэмэдж. Вообще ни с кем. Там просто мифа один. Тысяча пах-пах. Ребят, ну левел нужен. Левел банально нужен. Левел и все. Какалхимик так выформит. Таггер возьмем. Ну, 9 левел. 10 стаки. Вот, ну вот, правим. Кругом стакнуть там. На стаках поднимаемся. Так сказать. На ставках. А, понимаю. У нас там в лесу террорист. Вот тут он будет, наверное, да? Нет. Слушай, ну мне экспо нужна, братан. Такое. Ну, тупо экспо не дают, ребятки. Лопатку. Химика у нас там жрет пацан. Так, ну гаунамид. Там сейчас веселуха будет. Акс там, агрид, грипов. Кент ему сейчас просто лицо со второго страница. Акс, акс, акс. Стампить сейчас будет. Раздавит его просто. Ну, экспо мне нужно. Просто экспо. Просто нужно экспо. Что там у нас смарт-редка. Дай ему дабл-эджа. Хорош. Дабл-эджа даун. Хорош. Немножко расконтрили. Ой, попал все равно с эсэшкой. Дай мне, дай мне, дай мне. Хорош. Вот этим основным. Пойдем на базу. Забавное стечение обстоятельств. Пойти даггер. Хорошо. Пойдет левел апается. Почуть, ребят. Почуть левел апается. Есть даггер. Так сказать, олдскульный мипа с даггером. Олдскульный мипа с даггером. Хорошо. Ой, кернигс припуч. Надо пуджа немного, ребят. Принизить. Что ли? 8-й левел. Сеточку кастренч. Немного увеличим. И сейчас, наверное... Ладно, вернем сюда. Если что, на тп. Уйдем. Хорошо. Если что, на тп. И забудем. Что там у нас на низу, да? Файты. И регионы там. Хорошо. Сделаем вот так вот. Что по левелу, 8-й почти, 9-й. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой, там, смотрите, лоу хп. Ну, через б только, ребят. Только через б. Только через б. Так, тп. Тп. Кто там? Мартретка на топе, да? Гоу, куджу. Поможем. Умереть. Начинаем с тампфайт. Акс он основном. Бегу основным. Надо делать тп сюда. И парем. Пудж инвиз. Пудж инвиз, ребят. Может на развороте что-то здесь? Да, вот он кудж. С инвиза я его как-никак, конечно, не вытащу. Пудж там сейчас вылезет. Пудж с инвизом, ребят. Пудж с инвизом. Это страшно. Хорошо. Пудж вон он бегает. Уф, как я замансил от него. Нас надо уходить просто на 9-ти ногах. На 9-ти ногах надо просто уходить, ребят. Пудж нам до сих пор с инвизом бегать. Фускил. Никнейм у него, фускил. Так, ну мифа этот на базу идет пока. Взбивает, наверное. Не очень хотелось бы там без хитпоинтов прыгать. Регениться на спипарь. Ой-ой-ой, дабл килл там просто сделали. Пока регениться мифа. Руиним кату. Пацанишки. Че там файт? Оу, я бегу. Я бегу. Я за любой кипиш. Вот это отвезти. Или уже не надо? Пойдет. Чуть-чуть левела еще надо. Хорошо. Сейчас третий появится. Тревела будет уже полегче. Эх, жалко. Не успевает. Хорошо. Хорошо. Ну почти есть левел. Почти. Возвращаем вот сюда. Наших мифарей, чтобы как можно быстрее. Рапорт. Рапорт. Нельзя забывать, что там все у струки. Делим дэмэдж. Хорошо. Все, эти два на базе. И вот этот остается. И желательно бы травела дофармить, чтобы я уже... Нет, тут травела не дофармим. Тут травела мы не дофармим, ребят. Вот здесь попробуем. Этого вернем. Вот здесь пыхнем. Основным остаемся там, чтобы купить травела по возможности. Все, хорошо. Почти на травела хватает. Делать ТП надо тут основным. Делать ТП основным. Подходить я не буду, я буду просто все придержать. Хорошо, чтобы агро парень не дал. Пойдет. Мне кажется, нормально получилось. Близко не подходил, просто сеточки откидывал и нормально. Но некор там... Ой, некор, пуч там какой-то заряженный. Овнит что-то. Хорошо, у нас портретка на топе фармит. Сейчас прилетят травела, буду по-чуть подобуживать. Мепарей слабенького самого. На базу. Только уйди, короче, на Б. Хорошо. Этот на базе стоит, это хорошо. Этот слабенький улетит, честно, на базу. Не. Все, этот возвращается. Ну, это стил. Безусловно. Сор, это стил. Вот так вот сделаем. Этим пойдем дальше. Этим просто идем дальше и все. Основного. Сюда. Этого. Сюда. Слабого сюда. Все. Берем поинт бустер, уходим в Аганим. В Аганим. А что, можно подраться, в принципе. Я такой бы и не против. Могу сюда. Попушим немножко. По-чуть, по-чуть. И левел апнет. Главное, по-чуть, знаете. Сильно не теряться. Пойдет. Бывало и хуже. Что там у нас, путь, да, на низу? Даггеры. Всякая прочая хрень. Пол лопатку прокачали. Ихалы. Убивают там. Лего. Но без меня тут, походу, никак. Без меня тут, походу, никак, ребят. Может, еще и убежал бы. Лего, вот этого пацана. Чего мы тянем? Пуджи там. Го Пуджей, окей. Или нет? Запушим просто. Не буду Пуджа дальше идти. Ребят, ну, такая, стилер, стилер гейминг какой-то идет. Но там, мне кажется, легиона бы они не забрали. Мне, лично, сугубо мое мнение, что легиона там бы хрен бы забрали. Легиона бы хрен там забрали, мне кажется. Все, лопатку докачали. Пойдет. Всех мипа отрестаурили. Пойдет. Хорошо. Почти есть, и гоним. Самое интересное сейчас будет, когда начну всех контрить. Это, конечно, да. Там уже стила не помогут. Пудж, тагер, форс. Очень много. И очень много эскейпа. Как мы его будем убивать? Только если под риппер сажать, пацана. Под риппер сажать. Хорошо. Хорошо. Так, ну, они в лесу. Вот тут вот. 100%. Бьем. Би-ом. Вот этих пацанов. Инвокер там еще. Пудж там еще. Пудж инво. Ну, там идет. Информация. Так вот делаем. Есть у нас еще один мипа. Так, вот это сюда. Вот это сюда. Так вот есть. Так вот есть. Этого сюда. Этого на базу. Хорошо. И сейчас всех собираем. Надо забиндить их в одну кнопку. И поехал. Так вот был. Есть четыре. С четырьмя управляться, в принципе, можно. С четырьмя управляться можно. Ребят, гоу. Вот здесь имба вард поставим. Имба вард. Вот тут вот так вот. Все. И гоу. Лего там инва сейчас надо будет законтрить. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Йоу, тебя на Б. Основного тоже сейчас на Б отправлю. Вот этого на Б отправлю. Хорошо. Заобузим немного. Hit point. Этого. Все. Йоу. Mid lane. Пойдет. Что-то как-то вообще какой-то овнях идет. Тотальный. Сюда. Это просто меня не фокусит особо. Не боятся. Фуджи там лохоповые были. На низу. Нормально файт был. Так сказать. Заслужена победа. Стилов много было. Пойдет. Ну, сейчас в этериал будем выходить, ребята. В этериал. Так вот сделаем. Две сильные волны. Отойдем. Хорошо. Добавляется еще один. А у тебя на базу. Баз за ним. Так. Хорошо. И основным сейчас тп сюда. Ой. А тут гг. Я тут не расконтрю. Я тут не расконтрю. Я еще не выделил даже мепарей никого. Я просто слился. Тут я уже вижу, что я не расконтрю. Еще замедло там. Надо пытаться просто на тп выйти. Я просто теряюсь. Потерялся. Все. Я там уже вижу, что... Ну, у меня один мипа на базе. Он просто побежал. Потому что он меня не выделен. Надо просто всех вместе надо было выделить. И хороший файт сделать. Распуфаться, драться, раскидать сеточки. Кого-то отвезти и все. То есть, ну, не хватает микроконтроль все же, ребят. Нужно, нужно, нужно. Очень сильно микроконтроль. Так. Гоу. Гоу сперем. Выходим в Этериал. Почему, спросите вы. Берется на мипу Этериал. Ребят, Этериал берется. Сейчас мы его найдем. Где он? Зеленый. Смотрите. 40 ловкости, 10 силы и 10 интеллекта. Такой средний артефакт, позволяющий апнуть всех мипарей. Апнуть всех. Давай некор души без пульсами. Зря, зря, зря в него рипер. Худжа, ребята, вообще не отпускайте. Польше. А, петь силу. У него же даггер там, братан. Эх, жалко, жалко, жалко. Просто отпускают. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Я вообще контролить не умею. Так что это все нормально. Опять все нормально. Алхимик пришел на покушаться. Не удалось. Го. Го. У меня пока мипари тут. Подушат немножко. Надо до его аганима его убивать. Типа аганим будет, будет вообще нереально его убить. Типа, ну, в смысле реально, но нереально. Все, понял. Ну, понял. Ну, понял. Будет реально, но нереально. Бифи. Лего. Рошана бы, ребят, забрать. Вообще было бы. Perfect. Perfect. Забрать Рошу. Классно было бы. Так, мы все на топе. Вижу смысл прыгать только в инвокера. Хорошо. Хорошо. А вот этого пацана отвезти надо. Основной же ж. Основной. Успеваю даггер сделать. Хорошо. Дай, 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 дай. Хорош. Спасибо. Хорош. СПС. СПС. Молодец. Оставил мне просто. Ну, заслуженно я. Повезло, что это главный мипа был. Потому что там бы смерть была бы. Я бы не доконтрил слабого мипа. Я бы с дайгером не ушел бы там. На слабом мипаре. Ребят, гоу, Магас. Го, Крипов. Подфармим. Мипарей на базу всех. Вот этого оставляем. Всех остальных на базу. Главного отправим. Отправим вот этого пацана туда. Этого за ним. Что это? Колдар. Пипи. Так вот сделаем. Сорян, я что-то наконтрил не то. Я наконтрил не то. Так, возвращаем всех сюда. Сразу сильнее у нас мипари становится. С покупкой изырела. Хорошо. Что, гоу, драться там? Или что-то не хочется, честно? Там в меньшинстве. Я там просто умру. Я не доконтрил. Оу. Хорошо. Хорошо. Миттавр можно смело. С таким. Предметским. Типа, как я горел, руну берешь. И типа все берут. Так работает. Кошана, да, можно зайти на дул тавор. Тавор в наглую. Хорошо. Ой, кентуха, я подставил. кинта подставил братка прости пожалуйста то я уверен что это подписчик ссори просто извиняюсь потому что тут ригли подставок обузим и пачей так вот немножко обузим немножко пари так и go тушить дается там у нас опять дуэлька есть у нас аегис ребята вот это сделаем дело сюда вот это вот дело по-другому я не смогу выделить их совесть все вместе голову они бьют эншин так я пойду прогуляюсь ребят имеет смысл сделать скади на самом деле но хочется hex можно сделать hex hex делаем просто сделаем наших на и паре чуть-чуть умнее можно будет сделать тараску братан не уйдешь не уйдешь хорошо можно смело заходить на хг 125 на 29 ну на 9 минут отстаю немного страшного ребят как бы не профессионал на данном персонаже на стиле у фрагов как говорится и ходит выпендривается я готов файтится принципе я готов а угоу нанис на нанис сану сбили хорошо идем дальше т2 его ребят войдет стоун беру а нет т2 даже и мистик надо хекс летит ну более-менее нормальная игра ребят нами по что-то как-то получается как-то получается так надо переставить гоу все есть хорош хорош так вот этих сюда гол и основным пойдем по виду основным по виду я буду файтится последняя вот этого постараюсь отвести да мы мог отвести и у нас еще один мипа бегает там бегает на базу сразу на базу этого тоже на базу этого тоже на базу найс у меня база это короче т2 торвала на базе ребят чтобы не было такой фишки обязательно выкладывайте когда покупаете травела выложите его эти travel на базе и у вас все будет ровно ребят все будет ровно так у кого у нас есть трава была вы этого не паря сейчас мы с этими парем туда и пойдем хорошо возвращаемся от ресторе или всех ариста рейшин так сказать начата на хэграунд не зашли все равно есть аегис убью даже не убиваю печаль к ахекс куда хекс делся куда это реал делся я что-то не вкурил и он а Монстр килл! Хорошо Пойбек Его зафайтимся Пойбек Есть байбек Есть топор Пошли 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 Хорошо Отвел Хоть как-то Ну Хоть как-то Сонстрайки Не надо Пожалуйста Байбек Жмет Байбек Отсюда Жесть Какая-то Гоу Я тут Гоу 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 Так Ну Походу Это будет Игра первая Потому что тут Ультра Ультра Классно Получилось Сыграть Какие-то Микро Моменты Прямо Хорошо Пытался Что-то И получилось В принципе Что-то Пытался И получилось Не знаю А у нас Алхимик Вышел Погулять Хорошо Хорошо Гоу Сюда Хорошо Ну Как-то Так Я не знаю Ребят Я не знаю Честно Усильные волны Костанем Хорошо И топ спушим Буду рад Да Надо же немного Прорекламиться Ребят Кто не подписался Обязательно Подписывайтесь Потому что Ну Гайдики Пишу гайды на всех героях То есть Ну Пытаюсь как-то Ну Просили мепа На мепа я играю не сильно Я серьезно Иногда не понимаю Что происходит Замес Потому что Типа ну Половину кнопок я просто не успеваю нажимать И это просто ну вот такой вот минус Вот Сейчас Забахаешь Файт Мегафайт Так С тобой одного там долбит Ух Я бы щас тут сдох Ребят ну вот такая каточка вышла Выложи две катки Это будет Первая игра И Или я не знаю Или это сделать Вторую и первую Давайте Выйди сначала Чего умер Умер традиенс Ребят Выйди сначала плохенькая катка А потом хорошие ребят Вот как-то так сделаю И Все это распишу Всем спасибо за просмотр Ребята души Подписывайтесь Буду рад Ребят Всем добра и здоровья Субтитры сделал DimaTorzok